приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео модели внимание крестику и поговорим о том что делать с нательным крестиком который вам достался по наследству от близких людей вам обязательно досмотрите это видео до конца будет много полезной важной и интересной информации на протяжении всего видео а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации вы знаете нательный крестик это очень сильный и мощный оберег человека который его носит он обладает мощнейшей энергетикой также крестик считается символом веры и надежды он притягивает к человеку положительную энергетику и если вдруг порвалась ниткой что-то произошло с цепочкой на которую он надет например потемнело порвалась то знайте что это знак того что на вас был направлен сильный негатив а крестик защитил вас от него конечно же существует много разных вопросов по поводу ношения крестника можно ли носить крестик умершего родственника что делать с крестиком если он вам достался по наследству как поступить с крестиком вашего близкого человека который вам его подарил еще при жизни многие задаются такими вопросами как к потому что переживает за то как это может отобразиться в последующем на их жизни очень многое в этом вопросе зависит от того как вы относились к человеку от которого получили такой подарок если вы не испытываете к такому человеку привязанность у вас не открыто для него сердца то на подсознательном уровне вы чувствуете что не хотели бы этот крестик для себя независимо дорогой он или нет лучше не брать его и носить ведь каждый раз одевая такой нательный крестик вы будете испытывать какие-то определенные негативные эмоции и воспоминания и это будет разрушать вашу энергетику может даже нарушиться сон возникнуть неприятности и разного рода мелкие неудачи но если у вас человеком от которого достался такой подарок были очень теплые и искренние отношения то в том что вы будете носить этот крестик совсем нет ничего плохого не нужно бояться и постоянно думать о том что он может принести вашу жизнь что-то плохое так как мысль материально и таким образом вы рано или поздно привлечете негатив свою жизнь хранить и носить крестик нужно с чистыми намерениями ни о чем не переживая и тогда он наоборот будет только оберегать вас помогать вам в трудных ситуациях и защищать от бед придавая вам силу и уверенность его нужно носить с удовольствием и бережно к нему относиться перед тем как одевать крестик его нужно обязательно почистить и есть две сильные практики одна из них сделайте раствор из соли положите крестик в этот раствор и поставьте на подоконник чтобы его никто не трогал в данный период и каждый вечер благодарите вашего близкого человека человека за нательный круг крестик прокручивая например стакан по часовой стрелке и проговаривая при этом такие слова крестик от энергетики что в нем было очищаю своей энергетикой его заправляя будет мне сильным оберегом по истечению трех дней вынимайте промокните его салфеткой сразу оденьте второй способ для очистки крестика в день те белую нитка в его ушко завяжите на узелок нитка должна быть длинная если возле вас есть ручей то нужно промыть в нем если нет то откройте кран с проточной водой и подержите его под ней а когда будете промыть промывать его говорите такие слова вода проточная всю энергетику уносит прочь теперь это мой оберег будет мою энергетику иметь защищая меня и закрывая от всех негативных моментов и бед после этих слов сразу же оденьте крестик с цепочкой не дождавшись высыхания очень часто в семьях нательный крестик передается по женской или мужской линии такой крестик вообще имеет очень сильную энергетику так как он целостно семьей и он проносит через это через поколение оберегая младшее поколение и передаваясь обязательно с любовью крестик ценный подарок его можно дарить и нужно даже брать в подарок но единственным нюансом все также является ваше отношение с человеком который преподносит такой вам подарок если у вас не близкие отношения есть какая-то напряженность в отношениях то конечно лучше всего отказаться от такого подарка даже если он и стоит больших денег это будет честным поступком и сбережет вас от неприятностей которые вы можете привлечь к себе приняв такой подарок с нечистой душой а если у вас этим человеком близкие отношения не бойтесь причинять принять такой подарок такие вещи не дарится людям судьба которых безразлично знаете что нательный крестик это будет сильный оберег вашей жизни в котором заключена светлая энергетика любовь и счастье если вам крестик достался по наследству от родителей или близких людей не бойтесь его надевать и носить абсолютно никакого вреда вам это не принесет такой крестик не передаст вам энергетику бывшего владельца а тот кто дает вам такой нательный крестик по доброй воле или вы знаете что был бы рад чтобы эта вещь попала именно к вам отдает вам только свою положительную энергетику с этим крестиком а никак не частичку своей судьбы так что любые переживания по этому поводу бессмысленные выкиньте все при предубеждения и негатив и своей головы помните у вас все будет хорошо единственным нюансом является то что если вы были с этим человеком не близки и не хотите для себя например такую память о нем то лучше не делать того что будет вас беспокоить сейчас и в будущем кресте который вы носите помните он всегда нуждается в чистке от энергетики которую он впитывает в себя его очистку нужно проводить один раз в месяц лучше если вы выберете для этого например одно число в каждом месяце и будете стараться придерживаться этого набирайте в стакан проточной воды кладите туда ваш крестик и говорите следующие слова за защиту тебя благодарю энергию плохую с тебя с мою после этого протирать его и сразу одевайте